Лабрадор – первая собака государства. В России представители этой прекрасной породы появились в конце 60-х, начале 70-х, а выведены они были на острове Ньюфаундленд в Канаде. Первоначально в соответствии со стандартом был признан только черный окрас. С начала 20 века допустимыми стали палевые и шоколадные лабрадоры. Красавец Фанни еще совсем ребенок, ему только 7 месяцев. Влад с дочкой Юли нашли объявление в интернете, влюбились в очаровательную мордочку и привезли собаку домой. Столько любви, столько предности, на самом деле, наверное, никакой человек не может заменить. Он смотрит на тебя, он все понимает, твое настроение понимает, любые движения твои. То есть, он понимает, если ты хочешь играть или не хочешь играть, он просто уйдет. То есть, ну, собака, не знаю, как другие породы, но эта собака вот она вот, то есть, она понимает полностью настроение хозяина. И, как бы, ну, если грустно, рассмешит. Вот, его ругаешь, он чувствует себя виноватым и будет виноватым, пока ты его потом не пожалеешь. То есть, он будет ходить за тобой, будет вот такими глазами на тебя смотреть, пока ты, ну, а ты же не можешь его, как бы, ну, постоянно ругать. И где-то минут через две понимаешь, что надо его пожалеть. Размеры собаки внушительны, а по характеру она всегда как ребенок. Озорная, активная, дружелюбная и общительная. Прекрасно ладит с другими домашними животными и с детьми. У этой породы абсолютно нет агрессивности. То есть можно с ним делать, у нас вот есть девочка двухлетняя, она приходит и делает с ним что угодно. Можете его мучить, там, тискать. Лежит на нем вот так. Она лежит на нем, да, и как бы это, он вообще не проявляет никакого вообще. Не агрессивно, ничего, только лежит. Слишком игривое настроение зачастую мешает дрессировке. На площадку Фанни ходит больше для общения с другими собаками, а не для занятий. Строгий кинолог заставляет настроиться на нужный лад, и шаг за шагом Фанни осваивает новые команды. Ну, он умеет забираться на бунт, как вот вчера, когда тренировались, он сам, я ему сказала, что, смотри, как другие собаки забираются, а его надо вот так вот поднимать и таскать, неприятно и неудобно. И я ему сказала, а он прям сразу сам забрался и сам пошел. И сидеть там, стоять в ремене, и лежать там на выдержку. Эта порода невероятно работоспособна. В переводе с португальского лабрадор означает «труженик». Очень любит ходить с хозяином на охоту. Кстати, нюх у них в 25 раз острее, чем у овчарок. К тому же уникальные качества породы позволяют работать лабрадором по водырями, спасателями и ищейками. Ксения Ушакова и Илья Хромов. Лелегко. Ксения Ушакова и Илья Хромов.